Сегодня традиционный обзор оперативного совещания правительства, прошедшего в минувший понедельник. И несмотря на то, что все эти мероприятия время от времени начинают походить одно над другое, мы все-таки находим отличия, необычные вещи, вещи, на которых акцентировано внимание, либо которые выделяются из череды скучных историй и дежурных докладов. Последняя оперативка правительства Республики Башкортостан была практически целиком посвящена национальным проектам и их реализации на территории Республики Башкортостан. Помятуя о том, что в целом по стране реализация национальных проектов идет отвратительно плохо, и даже высшее руководство страны констатирует их неисполнение по плану, напомню, что с приходом Путина на очередной какой-то уже там срок, все уже запутались в который раз, федеральные целевые программы были заменены на нацпроекты. Ну, собственно, шило на мыло поменяли, ничего не изменилось по сути, и вот эти нацпроекты внутри регионов начали превращаться в некие собственные подобия, превратились в региональные проекты. Так вот, в целом по стране исполнения всех этих проектов и прожектов колеблется где-то в диапазоне 1,5-3%, Башкортостан не исключение, и потому практически вся минувшая оперативка превратилась в сборник неких новостей будущего, рассказов о том, как мы вот сейчас наконец-то возьмемся за дело, и как ухнем, и как создадим что-то прекрасное. Традиционно Хабиров, начиная оперативку, сделал некое вступление, и традиционно в рамках этого вступления зашла речь о кадровых перестановках, которые все еще продолжают сотрясать административный блок Республики Башкортостан. Начал он со смены глав Благовещенского и Бирского районов, но это неинтересно, и мы об этом уже говорили. Значительно интереснее то, чего не сказал Хабиров на этом совещании, я имею в виду в кадровой сфере, а не сказал Хабиров о том, что в этот день правительство Республики Башкортостан покинул министр экологии и природопользования Мирхайдар Фаткулин. Человек новый, не проработавший годы на этой должности. Мы все помним, как трагично менялся вот этот министр природопользования и экологии, как, значит, вот этот скандал с камнем в Баймаке, плетняк, ужас, ужас, никто не платит налогов, да вот мы сейчас все сделаем, потом был грандиозно мажорный такой прекрасный доклад господина Фаткулина, как он навел полный порядок в этой сфере, то есть контроль был установлен, дроны летали над всеми районами и контролировали хищение этого камня. В итоге происходит скоропостижная отставка господина Фаткулина без объяснения причин и даже без намека на то, почему это случилось. Вообще, конечно, отставка министра это дело чрезвычайное и должно быть какое-то объяснение этому явлению, потому что любые перестановки внутри ведомства это всегда стресс, это всегда потери эффективности и так далее. Я могу предположить, что причиной этой отставки стало то, что в районах добычи, добычи вот этого плетника так ничего не изменилось, потому что совсем недавно на днях проскочило несколько сообщений в прессе, в СМИ о том, что так и дальше все продолжается, опять вот эти нелегальные выработки, опять вывоз камней и так далее, и так далее, не знаю. Но более того, даже то, что не была оглашена причина этого увольнения, это раз, но плюс к этому и Хабиров ничего не сказал на эту тему. В общем, конечно, загадочная история. Есть еще одно кадровое решение, ну, по крайней мере, которое выглядит таковым, о котором умолчал Хабиров, это создание некого коррадиционного совета по развитию за Уралия. Мы все помним, что еще в далеком 2015, по-моему, году было создано, или даже раньше, может быть, в 2014, была создана некая программа развития за Уралия, которую поручили исполнять Илшату Тажеддинову. Илшат Азаматович, в общем-то, весьма своеобразно исполнил эту программу. Масса вопросов и нареканий к ее исполнению, так ничем не завершились поиски результатов исполнения этой программы. Так вот, теперь создается некий коррадиционный совет по развитию за Уралия. Судя по всему, этот совет и будет дореализовывать программу развития за Уралия, которая была продлена до 2020 года. В этот совет не входит теперь Илшат Тажеддинов, что говорит о том, что руководство наконец-то дало должную оценку его усилиям и способностям в этой сфере. Но этот совет возглавляет Ренат Баширов. Его заместителем и правой или левой рукой будет Лиля Мазитова, Минек. Также туда входят Римма Бойцова и Раиль Сарбаев. Вот эта веселая четверка, вот этот квартет, будет поднимать теперь из Уралия. Но, помятуя о более чем тесных личных, служебных, ведомственных, корпоративных, каких угодно связях господина Баширова и господина Тажеддинова, к сожалению, мне кажется, что изменений особых, по крайней мере, в этой программе не случится. И этот Координационный совет скорее призван похоронить окончательно эту программу, чтобы они забыли, чтобы там ничего не случилось, под частью выявления хищений каких-нибудь возможных, либо еще каких-то нехороших явлений, которые произошли. Напомню, что вообще-то эта программа была достаточно ресурсная. Там, в принципе, должно было выделяться достаточно большое количество денег. Толком никто не знает, сколько было выделено и куда они потрачены, по крайней мере, этой информации в открытом пространстве нет. И все эти вопросы, безусловно, к экскуратору этой программы, господину Тажеддинову. Завершая вступительную часть оперативки, Хабиров сообщил о том, что первая партия глав выехала в Австрийскую республику на учебу. Вообще, вот это принуждение к Австрии начинает уже становиться достаточно забавным. У нас теперь все будет в Австрии. У нас в Австрии Сабантуй. У нас в Австрию открывается окно, в Европу летают прямые рейсы. Я напомню, рейсы датируются государством, лишь бы только летали. У нас в Австрии уже отправляют несчастных глав на обучение. Вообще, конечно, это опасная история в том смысле, что главы могут там насмотреться чего-нибудь неположенного и приехать к себе в Юргазинский или, например, Тетышлинский район и начать жить по-новому. В общем, это, конечно, такая серьезная угроза для административного корпуса Республики Башкортостан. Но, напомню, теперь у нас все хорошее будет связано с Австрией. Первым вопросом повестки был традиционный вопрос оперативной обстановки в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Ничем интересным доклад этот традиционный не отличался, кроме того, что, наконец-то, на оперативке все-таки появился Тимур Рафисович Мухаммеденов, о котором я уже начал скучать и за которым начал волноваться. Он сообщил нам, что на дорогах Башкирии все хорошо, смертность и аварийность падают, и скоро, видимо, мы придем к нулевым показателям. Но, в целом, на этом вопросе останавливаться неинтересно. Отступая от темы оперативки, хочу поделиться наблюдением, что, видимо, оценив свою работу в предыдущем, съемочная команда оперативного совещания пересмотрела схемы съемок. Съемки были очень хорошие, видимо, поменяли технику. Появилась функция выступления с места, микрофоны на местах появились. Вообще было приятно смотреть, супер молодцы. И далее перешли, в общем-то, к обсуждению вот этих вот региональных и нацпроектов, проистекающих друг из друга. Первым, вернее, вторым номером в повестке дня стоял доклад господина Ахмадулина, председателю Госкомитета Республики Башкортостан по строительству архитектуры. И назывался этот доклад о реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В целом, доклад господина Ахмадулина сводился к тому, что он выделил три основные темы внутринационального проекта, которые он применяет для Республики Башкортостан. Это «Жилье Республики Башкортостан», это «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда», в переводе на русский язык означающего «ветхое жилье», и «Ипотека Республики Башкортостан». В рамках подпроекта «Жилье Республики Башкортостан» господин Ахмадуллин обязуется построить в 2019 году 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Ну, честь бы была и хвала господину Ахмадулину, если бы он строил все это сам, но дело в том, что это валовый показатель, и в нашей республике в эту цифру входит абсолютно все жилье. Даже если вы сами на свои деньги строите на своем участке жилой дом и начинаете в нем жить, господин Ахмадуллин включит этот ваш дом в статистику. Любое строение, в котором кто-нибудь живет, которое появилось в течение этого года, будет учтено господином Ахмадулиным. Башкортостан – один из немногих регионов, хотя и не единственный, в котором именно вот это индивидуальное жилищное строительство включается в статистику госстроя. По второму подпроекту этого доклада речь идет о обеспечении устойчивого сокращения непригодного жилого фонда, то есть расселение ветхого жилья. Здесь интереснее. Здесь у господина Ахмадулина есть некоторое количество денег, вернее оно должно появиться, которое ему, наверное, даст федеральный центр. На данный момент, как доложил господин Ахмадулин, реализация этого проекта 0%, но он рассчитывает на то, что скоро, уже вот-вот, практически в августе, а может быть в сентябре, он как рванет и как всех расселит. К слову сказать, обязательства господина Ахмадулина по 2019 году в этой сфере более чем скромные. Например, в Уфе он планирует расселить всего 56 квартир. Я прикинул и подумал, что, наверное, это чуть-чуть больше, чем вот тот барак на Шатару-Ставелию, который мы многократно освещали, не только мы, этот ужасный разрушающийся дом, а сколько этих бараков в Уфе? Так вот, господин Ахмадулин расселяет один или полтора таких бараков. Более того, по всей республике он планирует героически расселить всего 167 квартир. Ну, примерно. То есть, общее количество квадратных метров, которые он планирует под это дело использовать, это 8377 квадратных метров. То есть, если это поделить на эмпирические 50 метров самой маленькой квартиры, получаем вот примерно 167. Очень мало. Очень мало для того, чтобы гордиться этим или там преподносить это как успех. И напомню, что пока еще у господина Ахмадулина реализация этого проекта 0%. Ну, про ипотеку республики Башкортостан говорить нечего. На самом деле, доклад господина Ахмадулина сводился к тому, что все его ипотечное рвение закончилось ровно на проекте «Жилстрой сбережения». Мы помним, как по-отечески опекает этот проект господин Тажидинов. И какая странная схема там заложена. То есть, нужно много-много своих денег дать взаимы государству, чтобы оно немножко тебе добавило процентов, чуть больше, чем в некоторых банках и чуть меньше, чем в других банках. Ну, в общем, с точки зрения финансирования и с точки зрения сбережения денег этот проект весьма сомнителен. Но, тем не менее, господин Ахмадуллин считает его частью национального проекта. Следующим в программе оперативки был, безусловно, наш фаворит господин Беляев Борис Владимирович, министр ЖКХ. И он выступил с докладом тоже о нацпроекте о формировании комфортной городской среды. Вообще, команда Хабирова и вся вот эта вот новая тенденция, она, конечно, самым конкретным образом сфокусирована на неких внешних признаках, на неких таких вот вещах, которые украшают жизнь и, видимо, дают ощущение счастья и благополучия. Ну, на этом вот более чем сконцентрированы все усилия. То есть, если что-то делать, то только снаружи. Покрасим, побелим, замажем и так далее. То есть, никаких фундаментальных вещей не происходит, идет только некое декорирование. Так вот, господин Беляев сделал именно доклад на эту тему о формировании комфортной городской среды. Любые благие намерения не могут быть опровергнуты никем. То есть, наверное, не найдется людей, которые скажут, мы не хотим жить в комфортной городской среде. Но вопрос, как говорится, за чей счет банкет и вместо чего это делается. Переходя к содержанию доклада господина Беляева также выделяем три основных аспекта, которые он декларирует как цели и задачи. Это первое, кардинальное повышение комфортности городской среды. Весьма философская, в общем-то, задача, чем он будет измерять кардинальность повышения и чем он будет измерять комфортность неизвестно. Тем не менее, господин Беляев сообщил о существовании некого индекса качества городской среды, который он собирается повысить до 30%, но к 24-му году. А в 2019 году он поднимет этот неведомый никому индекс всего на 2%. Что это за индекс, чем он измеряется, каким образом будут контролировать господина Беляева по исполнению этой задачи, неизвестно. Также на 9% господин Беляев хочет увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Мы прекрасно понимаем, что особенно не в Уфе подобных процессов не идет практически совсем. И, кстати говоря, дорогой Радей Фаритович именно это и подтвердил чуть позже. Но обязательно на этой теме остановимся. Вовлечение населения в решение подобных проблем это вообще мировая проблема. Никому еще на земном шаре до конца не удалось решить ее в полной мере. Однако, вот господин Беляев ставит себе весьма амбициозной задачей вовлечь до 30% населения в решении этих проблем. И третьим пунктом его намерений было увеличение количества благоустроенных территорий. Собственно, это единственная содержательная часть в его проекте. И тут, конечно, господин Беляев развернулся. Дело в том, что он пока еще не приступил ни к чему, потому что отчитался так. В первом и втором квартале у него было ноль благоустроенных территорий. Но вот с третьего квартала господин Беляев нас всех должен удивить. Он обязуется реконструировать или создать 142 территории, на которых людей и жителей республики Башкортостан накроют счастье. Дело в том, что господину Беляеву выделили немалые деньги на всю эту историю. А именно он получил 1 миллиард 445 миллионов рублей. Это вам не шутки. Это вам не 288 миллионов на расселение ветхого жилья. И это даже не 160 миллионов на приобретение лекарств для льготников. Обратите внимание, каким образом расставлены акценты в области финансирования в республике Башкортостан. Почти в 10 раз больше, чем на покупку лекарств для льготников получают денег господин Беляев на создание комфортной городской среды. В чем выразится вот эта вот комфортная городская среда физически господин Беляев нам рассказал. Это будет 66 парков, 42 сквера, 22 пешеходные зоны, 17 досуговых объектов, неизвестно, что это такое, 10 мемориальных комплексов, судя по всему, кладбищ, 9 аллей, 7 набережных, уважаемые жители Башкортостана, перестаньте завидовать уфимцам. Где-то в республике Башкортостан будет еще 6 набережных. 7 спортивных территорий. В общем, господин Беляев здесь неудержим. Напомню, что он все еще не приступил к реализации этого проекта, но, как и все прочие выступающие на этой оперативке, вот-вот начнет и всем покажет. И эти полтора миллиарда распределятся на эти 146 объектов. Хабиров благосклонно выслушал Беляева, никак не прокомментировал его благих намерений в части благоустройства республики Башкортостан и попросил внезапно, после окончания доклада, оставив Беляева на трибуне, Хабиров попросил вывести на экран картинки. Вообще, это, конечно, становится традиционно. Практически на каждой оперативке Хабиров достает из кармана картинку, показывает ее населению, иногда это и видео бывает, показывает своим министрам, начинается разбор полетов. В этот раз не было исключением. В частности, в этот раз господин Хабиров продемонстрировал нам совершенно какой-то кошмарный подъезд Давликанова на предыдущей неделе посетил Давликанова и остался под глубочайшим впечатлением, потому что с ним там разные случились приключения, в том числе он увидел этот подъезд. Цитирую, как Хабиров характеризовал этот ремонт. «Кроме как издевательством над людьми назвать это нельзя. Руки хотелось бы оборвать. Это, цитирую я Хабирова, дает основания сомневаться в серьезности подхода в глав к формированию городской среды. Никто ничего не обсуждал с людьми». Хабиров задал вопрос жителям Давликанова, обсуждали ли с ними вообще, как вот здесь будет идти это строительство, реконструкция, благоустройство. Ну, естественно, жители Давликанова ему опровергли грязные инсинуации местной администрации о том, что все решалось совместно с жителями Давликанова. Ну, я должен предупредить господина Хабирова подобные ситуации абсолютно повсеместно, в том числе и в Уфе. А вот этих обсуждений, кроме как их имитации, на самом деле нет. Так что намерение господина Беляева вовлечь до 30% жителей в эти процессы это весьма сложная задача. Завершая тему благоустройства городской среды, Хабиров сообщил, что он намерен увеличить финансирование на эти цели. То есть, вот эти почти полтора миллиарда это еще не предел мечтаний господина Беляева. Достаточно ему будет хорошо отчитаться о их реализации, как Хабиров еще подбросит ему дровишек. Я стесняюсь спросить в область медицины, Радий Фаридович, не подбросите еще миллиард-другой, потому что там тоже вот есть проблемы. Кроме травка зеленеет и солнышко блестит, все-таки, наверное, неплохо бы бинты, там, может быть, какие-то лекарства, инсулин купить. Ну, стоит об этом подумать. И еще Хабиров сделал такое заявление на эту тему. Не надо гнаться за количеством дворов, надо подходить комплексно. Вот здесь, стоп, минуточку вопрос. А как же планы? А как же бюджеты? А как же сметы? То есть, если уж поставлен количественный параметр, его надо выполнять. Тут Радий Фаридович, конечно, проявил некую безоглядность в этих заявлениях, потому что главы на местах воспримут буквально. Они ему покажут один-два чудесно отремонтированных двора. И скажут, Радий Фаридович, вы же сами сказали, количество не главное. Следующим вопросом оперативки был доклад о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По долгу службы в республике этот вопрос курирует Римма Юрьевна Бойцова, одна из десантировавшихся из Красногорска и Москвы членов команды ради Хабирова. Несмотря на то, что Хабиров отрицает всяческие существования Красногорской команды, именно к этой группе чиновников я отношу госпожу Бойцову. Вокруг нее в последнее время сгущаются тучи. И Хабиров, собственно, это подтвердил, комментируя ее доклад. Вообще, конечно, забота о малом и среднем бизнесе в России – это священная корова административного аппарата. Только ленивые не заботятся о малом бизнесе, все об этом говорят, как его нужно охранять, оберегать, лелеять и растить. Вместе с тем напряжение в области малого и среднего бизнеса только возрастает, налоги растут, административные барьеры усиливаются, но все чиновники продолжают говорить о том, как они любят, холят и лелеят этот малый и средний бизнес. Не хотелось бы утомлять зрителей тем набором, на мой взгляд, бессмысленных данных, которые выдала госпожа Бойцова в этом докладе. Масса противоречий было в ее цифрах и так далее. Но затронем кое-что. В частности, госпожа Бойцова сообщила, что у нее численность людей, занятых мало-на-среднем бизнесе в Республике Башкортостан составляет 408 тысяч человек. Это чуть больше 10% населения Республики Башкортостан и чуть больше, наверное, 15-17 где-то процентов от численности работающих в Республике. То есть, очень немного. Римма Юрьевна преподнесла эту цифру достаточно торжественно. Однако, стоило бы упомянуть о том, что еще в прошлогоднем докладе о состоянии конкурентной среды, который был сделан в Республике Башкортостан в правительстве, была указана цифра 480 тысяч занятых в этой сфере. Что говорит о том, что за время присутствия в Республике Хабирова и его команды численность людей, занятых в этой сфере, достаточно существенно сократилась. Но Римма Юрьевна не стала об этом сообщать. Сообщила о том, что она добьется того, что к концу года в этой сфере будет занято 415 тысяч человек, что тоже меньше, чем в 2018 году. Я отмечу, что терминологически Римма Юрьевна очень сильно путалась. Дело в том, что сфера сия весьма смутна и непонятна. И вот какие предприятия относить к сфере малого и среднего бизнеса описаны только в налоговом законодательстве, где есть определенное разделение на налоговые режимы для тех или иных предприятий. Об этом Римма Юрьевна почти не говорила. Она сообщила нам такую классическую для чиновников России фразу о том, что в некоторых районах республики Башкортостан, цитирую, наблюдается отрицательная динамика роста. Вообще отрицательная динамика роста это, проще говоря, падение. Но Римма Юрьевна предпочла вот так сформулировать, чтобы, наверное, не огорчать дорогого Радифоритовича. Очень много, очень восторженно Римма Юрьевна говорила о «Инвестчасах». Как о неком эксклюзивном изобретении, которое, наверное, и должно дать импульс и быть триггером развития малого и среднего бизнеса. Напомню, что «Инвестчасы» это такое специальное время, которое все главы районов и даже лично хабиров выделяют на точечное, персональное решение проблем предпринимателей. Встретится, например, Радифоритович с каким-нибудь предпринимателем Мухамедьяровым выслушает его боль и проблемы и решит эту проблему. Вот примерно так работают «Инвестчасы» по всей республике. Так вот, Римма Юрьевна сообщила нам, что это прекрасное, замечательное изобретение, которое решает проблему. Говорила она много и договорилась даже до того, что, цитирую, «когда на «Инвестчасах» не решается вопрос предпринимателя, он все равно дает положительную оценку этому событию». То есть, это на самом деле, конечно, оценка из разряда «доброе слово и кошки приятно». Пришел предприниматель, пожаловался главе района, как его угнетают проверки всякие и различные мероприятия, развел глава руками, а предпринимателю все равно приятно. Ну, в общем, вот такая история. Хабиров выслушал доклад Бойцовой, на мой взгляд, несколько раздраженно и сделал ряд замечаний. Во-первых, Хабиров сообщил, что он уже давно и довольно давно дал поручение Бойцовой сформировать в каждом районе некую службу, некую кадровую единицу, а именно зама главы по работе с предпринимателями. Поручение Хабирова не было выполнено. Римма Юрьевна что-то жалобно вскрикивала, пока Хабиров ей об этом напоминал. Хабиров ей достаточно жестко сказал, «Начинайте кадровую работу и сделайте так, и не превращайте этот процесс в то, чтобы хорошему человеку дать хорошую должность». Вообще, абсолютно правильное замечание. Я тоже опасаюсь, что в каждом районе глава района подберет себе удобного зама, который будет работать исключительно в его канве, в его традициях, и, в общем-то, проблема не будет решена. Но посмотрим, насколько Хабиров сможет проконтролировать все-таки исполнение своего давнего поручения. Ну, выглядело это как некая претензия. Также Хабиров, внимательно слушая все-таки Бойцову, сделал примерно то же самое наблюдение, что и я. Выслушав вот этот поток цифр и данных, он задал такой вопрос. «А вы проанализировали вот этот вот резкий рост количества малых и средних предприятий?» А именно об этом росте доложила Римма Юрьевна, что там что-то у нее на 4 тысячи малых предприятий стало больше. Но одновременно с этим численность работников снизилась. То есть, это достаточно противоречащее друг другу событие. Количество предприятий увеличилось, количество работников уменьшилось. Бойцова не нашла внятного объяснения как бы этому противоречию. Она единственное, что предположила, что налоговая нагрузка на малые и средние предприятия так велика, что предприниматели предпочитают не указывать официальных работников, то есть, уходить от налогов, не платить пенсионные отчисления и прочие вещи. Достаточно легко об этом сообщила Римма Юрьевна, а на самом деле это ужасный показатель в ее работе. Если предприниматели начали прятать работников и отказываться от социальных выплат, это большая черная отметка в ее работе. Хабиров подытожил ее доклад таким поручением. исполняйте то, о чем мы договаривались, исполняйте вовремя, в срок и организованно. Достаточно строго указал Хабиров Бойцовой на то, что ей нужно теперь делать. Пятым вопросом оперативного совещания был, на мой взгляд, самый смехотворный и самый бесполезный доклад на этом совещании. Доклад исполняющего обязанности министра молодежной политики и спорта, который тоже занимается вопросами предпринимательства и попечительства над малым бизнесом. Это региональный проект под названием, внимание, популяризация малого и среднего предпринимательства. То есть, это некое шоу-мероприятие нашего правительства, которое призвано доказать населению Республики Башкортостан, что быть предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, малым, средним бизнесменом. Очень здорово, приятно, легко и так далее. То есть, это абсолютно пропагандистский проект, на который, собственно, выделено почти 32 миллиона рублей. Господин Хабибов, этот самый исполняющий обязанности министра молодежной политики и спорта, доложил о том, что пропагандировать малый и средний бизнес он планирует через такие остроумные инструменты, как радио, телевидение и газеты. А также он проведет некие семинары с молодежью и школьниками, доказывая им полезность и приятность вот этого малого и среднего бизнеса. В общем, настолько пустой и абсолютно какой-то бессмысленный проект, что Хабиров вообще даже никак не прокомментировал. Он ему сказал спасибо, садитесь, работайте дальше. В общем, по-моему, 32 миллиона у нас пропали. Завершающим вопросом оперативного совещания был вопрос о ходе эвакуации бесхозного автотранспорта из дворов в республике Башкортостан. Этот доклад проистекал из поручения Хабирова, которое он дал несколькими месяцами ранее, когда выяснял, как идет этот процесс и выяснил, что эвакуировано всего два автомобиля за все это время, а бурная деятельность идет, там земли под парковки, под стоянки чего-то выделяются, там, значит, какие-то деньги бурлят вокруг этого всего, но эвакуировано всего два автомобиля. Только было Борис Владимирович Беляев собрался сделать доклад на эту тему и отчитаться о своей работе, как Хабиров предался воспоминаниям и отступлениям. Он опять помянул Довлекановский район, в котором он был на предыдущей неделе, сообщил, что когда он там был, к нему подошел житель Довлекановского района с квитанцией в руках и показал ему, что это квитанция на штраф за парковку на газоне, показал ему, что в Довлеканово принято считать газоном, а на самом деле это просто участок травы, который самостоятельно без помощи администрации района произрастает около малоэтажного дома, в котором живет этот гражданин. В общем, Хабиров возмутился. Он сказал, вот мы зачем принимали этот закон? Для того, чтобы бороться с хамством во дворах и на дорогах. Вот он как-то так же выписал это все, что вот там красивая клумба, газончик, на нее заезжает страшный ужасный джип, вот именно с этим мы собирались бороться. Но обратил внимание Хабиров своих подчиненных на то, что мы живем с вами в сельской республике, а в сельской республике газоны есть не везде. И в общем, конечно, он разразился такой критикой, что все это нужно пересмотреть, поднял зачем-то спеле, сказал ему, что значит, мы зачем так делаете, что уже много всяких, значит, возмущений, что жители очень недовольны этим явлением, что штрафуют всех подряд. Ну, в общем, это было прямое противоречие того, о чем говорил Хабиров еще полгода назад. Напоминаю, что он призывал там огнем и мечом бороться с этими парковками, требовал статистики, несчастные спели, и его товарищи отчитывались о нарастающем количестве штрафов в городах, в районах, здесь столько собрали, там столько. С недавних пор об этом перестали говорить. Вот эти вот ужасные поборы, которые были организованы в связи с этим новым законодательством, как-то ушли на второй план. Ну, вот Хабирову уже стали предъявлять буквально лично эти квитанции. Хабиров поручил СПЕЛЯ и всем остальным, кто занимается этой проблемой, пересмотреть подходы. Вот это, конечно, был абсолютно такой неюридический подход, аспект, я не знаю, как это назвать, как можно пересмотреть законы, как можно сделать их разными. Надо было сразу закладывать в законодательство, например, нормы для сельской местности, нормы для городской местности, тогда бы вот этих противоречий не случилось. Но нашему курултайскому законодателю это не пришло в голову, а поручением такого никто не дал. Всех теперь постригли под одну гребенку. Живешь ты в частном доме и паркуешься там где-нибудь на обочине дороги, или живешь ты в благополучном доме на улице Дорофеева в Уфе, для всех закон един, закон таков, трава, машина, штраф. В общем, Хабиров очнулся, видимо, и повелел навести порядок в этой области, потому что, цитирую, это порождает негатив во всей республике. Подкорректируйте. Будет любопытно понаблюдать, как они это все подкорректируют, но посмотрим. Господину Беляеву все-таки удалось отчитаться об эвакуации бесхозных автомобилей, он сообщил новые показатели своих достижений, он сказал, что за истекший период, а это было несколько месяцев, он обнаружил в республике Башкортостан 513 бесхозных автомобилей, из них 25, всего 5%, он сумел эвакуировать на какие-то там штрафстоянки. В общем, прямо скажем, успехи невелики в этой сфере, и даже Хабиров предположил, что количество этих бесхозных автомобилей, наверное, исчисляется тысячами. Проблема здесь заключена в том, что вообще-то и речь идет о чужой собственности. Как бы неудобно ни стоял этот без колеса и без стеколь и полностью разокомплектованный автомобиль, он является чьей-то собственностью, которая, собственно, и оформлена нужным образом, там есть документы, паспорт транспортных средств и так далее, и вообще-то обращаться с этой собственностью произвольно нельзя. Юрист Хабиров это прекрасно понимает, он несколько раз об этом отмечал и говорил своим подчиненным, чтобы они там не совершили массу ошибок. Ну, в общем, процесс идет трудно. Беляев упомянул, что они создают какой-то временный регламент, какой-то будет порядок эвакуации, порядок идентификации и даже утилизации этого бесхозного автотранспорта, но пока он обещал, что к сентябрю, наверное, ближе, как он сказал, успехи опять случаться. Отмечу, что практически все выступающие на этой оперативке обещали, что к сентябрю, к октябрю начнется прорыв, обрыв, нарыв и всевозможные успехи, но пока у них 0%. Традиционно завершая оперативку неким отступлением, Ради Хабиров поднял с мест, причем с галерки, этого совещания господина Мухаммедьянова и председателя комитета по развитию открытой республики и дал им взаимное поручение, что теперь комитет по открытой республике забирает к себе вот это мобильное приложение дорожный эксперт, то есть Мухаммедьяна его забирают и передают этому комитету, и этот продукт дорожный эксперт должен теперь развиться неимоверно и превратиться в некую мобильную жалобную книгу, куда граждане могут писать жалобы на дворы, на парковки, на дороги, на все прочее, прочее. На мой взгляд, конечно, это утопия, в итоге все это превратится опять в какие-то модели, проекты, переработки, неудачные пилотные проекты и так далее, и так далее, и в конце концов, конечно, это все канет в лету, примерно через полгода мы увидим какую-нибудь такую кривую оболочку, в которой мало что можно будет сделать, которая будет мало чем отличаться от того дорожного эксперта, которого мучительно породил Тимур Рафисович. Собственно, Хабиров подвел черту под этим длинным мучительным процессом, и сделан это вот так цитирую, «Мы с Тимуром Рафисовичем за это приложение бились, как за Сталинград. Я, правда, не знаю, кто победил. Победили, видимо, ямы, но, тем не менее, вы кончаете эту историю», сказал Радий Фаридович Мухаммедьянов, «Должно быть хорошее приложение по ямам». Чем, собственно, Хабиров расписался в собственном поражении и поражении своей команды, приложение не удалось, деньги были потрачены зря, 9 месяцев вот этой Сталинградской битвы завершились победой ям, и действительно, ямы у нас не заделаны, а мобильное приложение осталось таким, каким оно осталось. В этот раз я позволю себе сделать некое отступление от содержания оперативного совещания, и этих отступлений будет три. Первое. Комментируя слухи грязные и ничем не обоснованные слухи о том, что в минувшую пятницу господин Хабиров в рабочее время, покатавшись на квадроцикле, получил травму головы, был доставлен в реанимацию 22-й больницы, где получил какую-то там экстренную помощь и так далее, я скажу, что я никак эти слухи не подтверждаю, хотя очень много об этом разговоров в разных компаниях и в разной среде. Вообще, наверное, неприлично было бы говорить о личных моментах наших политиков и руководителей, если они только не касаются действительно рабочего времени и какого-то поведения в это рабочее время, которое не соответствует целям и задачам этих чиновников, но, напомню, в этот раз никаких фактических подтверждений об этом происшествии не поступило. Оперативка, конечно, отличалась тишиной и какой-то немножко напряженностью во взглядах присутствующих, но это не может служить подтверждением этого события. То, что Хабирова не показывали, как он входил и выходил на оперативное совещание, тоже может быть случайностью. Некий такой понурый его вид и слегка приглушенный голос тоже можно, наверное, отнести к общей усталости. В общем, не будем застрять на этом внимание, но вторым моментом, который я бы отметил отдельно, то, что все-таки, наверное, наши передачи несут некий терапевтический эффект и в конечном итоге несут пользу административному аппарату республики. Я говорю о том, что после предыдущего нашего выпуска на этом совещании, на следующем и пока еще последнем ни разу не прозвучала фраза, которую мы обсуждали в прошлый раз, а именно «По вашему поручению, Радий Фаритович, больше никто из докладчиков эту фразу не использует, к моей вяще радости, ну, может, что-нибудь хоть изменилось к лучшему». О невеселом, о печальном, о грустном, странном, я говорил о том, что в последнее время стало, наверное, некой тенденцией выдвигать иски в адрес меняйна и моего канала, значит, и, скорее всего, эти иски являются некой такой, каким-то входным билетом в Белый дом или признаком доблести перед нынешней администрацией, но всех пока переплюнул господин Носков, знаменитый наш строитель, застройщик и владелец компании ПСК-6, господин Носков выдвинул в мой адрес два иска на общую сумму 20 миллионов рублей. Вот на такую сумму оскорбился и морально пострадал господин Носков, будем сейчас разбираться, адвокаты работают, первые заседания судов состоятся уже на этой неделе. Я пользуюсь случаем, выражая очередной раз благодарность тем, кто поддерживает наш канал, поддерживает его и финансово, и морально, и как только это возможно. Большое вам спасибо. Пожалуйста, не останавливайтесь, нам нужна ваша поддержка, нам нужна ваша помощь и нам нужны ваши просмотры, лайки и комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok